Модная фотография – это отдельный жанр фотоиндустрии. Образы в них, как правило, утрированы и, в отличие от съемок натуры, требуют тщательной подготовки. Зачастую в ней задействована целая команда специалистов. Руководит процессом автор идеи, в профессиональных кругах его называют креативным лидером. Он разрабатывает концепцию съемки, определяет образы и утверждает график работы. Опыт создания рекламного образа есть и в нашем городе. Два года назад маркетологам салона «Очки и мода» пришла идея создать имиджевую фотографию. Но обо всем по порядку. Осень 2008. Конкурс профессиональных моделей Fashion Pro. Компания «Оптик-центр» учредила свою номинацию. Модель Юлия Алабужина получила право стать лицом компании. Фотографии Юлия в течение 2009 года можно было увидеть на рекламных шитах и глянцевых журналах. Для нас самое главное – создать образ. Нет цели рекламы очков, градиентов, используем такой материал. Нет. Мы рекламируем образ. И мы создаем и продаем образ. То, что мы делали в 2005 году. Я очень довольна работой. Этот проект себя оправдал. А потому эксперимент решили превратить в опыт. Это очередная фотосессия. Так готовится рекламный образ на 2010 год. В салон очки и мода каждый сезон приходят новые брендовые коллекции. Несколько десятков дизайнеров, стилей и имиджевых фотографий. Задача креативной группы – проанализировать тренды, объединить их и на основе этого создать общий рекламный образ. В итоге 12-часовой рабочий день. В процессе задействовано 7 человек. В расписании – съемка 5-ти образов. Проанализировав те тили очков, которые присутствуют в оптик-центре, мы выбрали те очки, которые будут актуальны. Ну и, соответственно, выбрали мы самые модные направления. Первое направление – это патриотическое Russian Trend. И сняли его в очень веселом формате. Это форма классическая. Шанель, Селин, Эскада. Например, очки Эскада. То есть это классическая форма. Белый цвет. Образы, на мой взгляд, самые яркие будут. Мы снимаем Нью-Йорк-стайл. То есть это тема Макдональдс, тема Кока-Колы, всех вредных продуктов. Форма, и она актуальна уже пятый сезон. Это форма капля. Каждый дизайнер использует эту форму. И с клиентом, металл, и пластик. Модное направление – это диско-рок 80-х. Он как и был в моде, так и будет. Некоторые из челябинцев уже познакомились с этой коллекцией на презентациях. Мы будем использовать модели Марк Баймарк и Марк Джейкобс тоже для фотосессии. Мы сейчас готовим заданный образ вампиры. Но вампиры у нас в первую очередь ассоциируются что-то там с началом века, с концом века 18-го, 19-го, начало 20-го. То не сказано сделать волны. Образы готовы. В процессе наступает кульминационный момент. Фотограф Ксения Преображенская раздает последние указания. Безусловно, у имиджевой фотографии есть своя особенность. Во-первых, эта фотография должна быть экстра-класса, экстра-уровня. Это должна быть очень качественно, грамотно сделанная фотография, в которой должны быть учитаны все абсолютно нюансы. Здесь мы, безусловно, делали перфектную позу. Мы следили за тем, чтобы она была закончена и где не было лишних артефактов, например, складок кожи каких-то. Советы были, в принципе, по позировке в основном, как ее поправить для того, чтобы она выглядела в кадре идеально. Еще лет пять назад жанр модной фотографии в нашем городе был совсем не освоен. Сегодня в этом направлении работают и фотографы, и стилисты, и модели. А потому достойный рекламный продукт можно создавать своими силами, не выезжая за пределы города.